Встреча с Саромом Встреча с Саромом Встреча с Александром Захаренко, член Международного художественного фонда Надежды Борисовны Северина. Мы ее знаем с 2010 года, знакомы 14 лет. Уже не один тренер, сегодня ехали, вспоминали, что мы не виделись творчески здесь в галерее с 2017 года. Член Союза художников России, Москва. К нам приехал Федор Помилов, член Союза художников России. Мы были на Саре, Москва. Вообще дружественный нам город Протвеново, Московская область. Наукоград. У нас там синхорфазотрон под землей. Самый большой в мире был до 1972 года. Да, я думаю, что Федор Валентинович больше всех знает про физику из всех нас художников. Ну и с удовольствием. Так, гости всех представила? Никого не забыла? Прекрасно. Теперь представляю наших саровчан, которые с нами участвуют. Ну и далеко не ухожу. Член Союза художников России, Константин Мьянков. Многие его знают. Он художник-реставратор здесь, в художественной галерее. Поэтому всегда, всегда, всегда здесь. Все ваши выставки, прошлые, нынешние и будущие, развешаны его трудовыми руками, творческими руками. Поэтому здорово. Здорово. Александр Марков Ирошек. Член творчества объединения художников Сарова. Елена Лебясева. Член творчества объединения художников Сарова. Аксана Городного впервые у нас принимает участие в Кулинееве. Ее поздравляем. Она преподает в детской художественной школе. И рада видеть здесь у нас. Ну и еще один новый у нас участник. Анатолий Стрелков. Два года назад окончила коллегию художества в Санкт-Петербурге. Вернулся в город Саров. И пишет акварелы. Ну и еще, дорогие друзья. Программу вы видели. Я надеюсь, что читали. Я сейчас быстро пробегусь по программе. У нас с вами 8 творческих дней. И 9-й день итоговый. Здесь, в галерее, когда мы уже ничего не пишем, а в 11 часов 2 июля, это для нас такой звоночек, у нас просмотр здесь, будет на балконе. Вот это большое пространство открытое, которое на втором этаже. Все ваши работы, которые будут написаны, каждый из вас представит там. Сегодня я очень прошу не отходить от программы, потому что, особенно те, кто первый раз к нам приезжает, глаза разбегаются и хочется пойти туда и туда и туда. Но акценты проставлены так, что каждый день имеет свое название. Сегодня у нас крупный план монастырской площади, царовского монастыря. И мы с вами на верхней площадке, вот на монастырской площади. Там во все стороны можно повернуться. Храмов сейчас очень много, интересно. То есть мы вниз с вами, в подошве монастырского холма, сегодня не спускаемся. Потому что панорама, то, что мы назвали панорама саровского монастыря, у нас завтра. И там мы поснимали немножечко для тех, кто первый раз. Сегодня вы осмотритесь, и, может быть, уже посмотрите, с какой стороны вам комфортнее, удобнее писать. Панорама саровского монастыря позволяет отойти достаточно далеко. Завтра утром я просто подскажу, куда удобнее пойти, чтобы написать тот или иной вид. Третий день мы впервые его включили в пленэр. Это городской пейзаж исторической части Сарова. Как-то вот так получалось, что все предыдущие пленэры у нас были очень короткие. Мы в понедельник встречались, а в пятницу был уже просмотр. И вот впервые мы с вами так долго пишем, то есть для нашего опыта, так долго пишем. И включили городской пейзаж, потому что сталинская архитектура, сталинский ампир, вот эта историческая часть, он тоже очень интересный, любопытный. У нас есть здание с очень интересным декором, поэтому я думаю, что вы выберете что-то интересное. Городской пейзаж включает не только какие-то знаковые архитектурные объекты, но это может быть и парки, скверы, улицы, дворы. То есть там тема совершенно свободная. В четвертый день мы с вами в четверг едем на озеро Протяжное. В фольклоре Саровском вы услышите такое слово «протяжка», это одно и то же. У нас с вами такой вот ландшафтный пейзаж. Свободный, будем счастливы, если там кто-то проплывет по озеру Протяжное, вот чтобы вам ряк на воде создать. Когда-то был пример, и мы приехали на озеро Протяжное, я впервые на нем видела лебедей. Но это в тот год Владимир Владимирович Путин приехал в этот город, и я думаю, что лебеди прилетели не просто так, как-то, наверное, связано с другими. Вот, значит, и в среду, не забывайте, у нас в среду с вами, тогда, когда городской пейзаж исторической части Сарова, мы с вами здесь встречаемся на портрет. Руки уже подняли, желающие уже есть на то, чтобы писать портрет. Ну, придумаем, кого будет писать, и я думаю, что за три дня у нас времени будет предостаточно. В пятницу мы отправляемся с вами в Дивеево. Это выездной день. На целый день мы с вами там. Если нужна экскурсия по Дивееву, скажите. Ну, то есть там гиды работают Дивеевские, то есть, в принципе, это можно будет совместить одно с другим. Нам за час проведут прекрасную экскурсию, мы просто посмотрите внутри. Опять же, пишем мы не на монастырской площади, не внутри Дивеевского монастыря, а мы пишем панораму. В субботу, в субботу день города. В субботу день города, и мы с вами участвуем в Дне города. В Центральном парке культуры и отдыха имени Зернова мы с вами выберем тенистую аллею, на которую сядем со своими тетниками, красками и напишем то, что вам понравится. То, что вы выберете сами. Или какую-то жанровую сценку, или кусочек парка. Можно будет спуститься на лодочную станцию, но там будет толпа народу, поэтому предлагаю все-таки остаться в верхней части парка. В воскресенье едем в Сынацарк. В понедельник, да, в субботу мы с вами с обедом встречаемся. Кто любит спать, кто совы. Утром у вас, это называется в программе «Свободное время». Вот, в свободное время вы можете что-то дописывать, вы можете погулять по городу, просто вот, как бы, потому что мы пишем с двух до шести. Вот, как бы, у нас рабочее время в субботу связано с временем празднования. И в понедельник у нас с вами реки-водоемы города Сарова. Невозможно уехать из Сарова, не написать «Висячий мостик», который у нас через речку очень живописно проброшен. На прошлом пленэре открыли очень интересный вид на Маслиху неожиданно. Это у нас больничный корпус, но на самом деле вид очень живописный. То есть мы на берегу реки с вами пишем. Ну, а в тот же день, в понедельник, мы здесь пишем на Тюрморт, на Тюрморт, который привезем из Мацарского монастыря. Вот такая программа. Сегодня я сделаю чат внутренний, в Ацапе, куда всех подключу, всех официальных участников. И вы будете, если у вас возникают вопросы, потому что с завтрашнего дня мы с вами расходимся подальше от монастыря, чтобы мы постоянно были на связи, если какие-то вопросы вы туда быстро зададите. Ну что ж, а теперь наступил общественный момент. Вообще, на самом деле, пленэр в Сарове проходит с 2006 года. И на протяжении, вот следующий будет юбилейный, в 26-м году. Раз в два года, последние 10 лет проходит пленэр. и всегда пленэр проходит при поддержке администрации города. И этот подарок для вас, для художников. Там набор красок, кисточки, хост и картоночка. И тоже важный момент, две работы остаются по итогам просмотра здесь, в нашем художественном фонде. То есть, вот как бы... В этом фонде крашен. Да, так что, не мочу. Ну, давайте, сначала мы начнем. Спасибо большое. Аплодисменты. А, сами подойдете? Ну, давайте, здесь немногое. Михаила Марина. Походим с новыми красками. Ждем новых работ. Чего? Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...